Всем привет! Друзья, товарищи, рыболовы, подписчики. С вами снова канал Рыбалка в Акаде. Приехал на водоем, пока отдохнул, что-то устал, что-то жарко. Не без греха, галпевка. Пока в процессе свяжусь, поговорим о рыбалке. Озеро такое интересное, а наше тут у нас Московское озеро. Озеро Московское, так понятно, в Акаде. Окунь есть, щука хорошая есть. Пару ямок хороших есть. Вот так, средняя глубина 2-3 метра, как обычное озеро. В этом году здесь еще не было. Были, как вода была мутная, скажем, на воду не заходили. Запрет закончился. На ловле с водой. Чука сметала. И месяц кончается. Окунь и укрой сметал. И уже свела пикулька. Вон, если видно, в кадре может. Как говорится, окунь пошел на малька. Скажем, лет это вроде в разгаре. Гора. Но большие лоблеры пока мы вписывать со щитов не будем. Это там, тут 30-ая. Рутро любимая, Боризонг. Здесь есть где поиграть. Найдется глубина тут. 6 есть, 10 есть ямка. Ну, естественно, при ямке есть. Много камыша по той стороне. Сейчас еще как бы сильно не нарос, потому что еще это... Зары постыковательной не было. Ну, ничего. Думаю, нарастет. Вот один спинник. Помощнее взял. Зенекс. Стоит там 10-50 грамм. Спайдер. Зенекс. Длиной 240. Катушка. Хаворит. 4000. Я люблю большую пуля. Большую мощность. Веземка китайская. Олег Красно. Ну, довольно таки нормальная. Полторушечка. В ПЕ вроде как. Если бы он уже отрыватил. Я доволен. Параде. Все по-сигуру. Все по-сигуру. Все по-сигуру. Параде. В плясу. Баризонгами. Рудрой там. Выписал. Чемпионов. Не так давно. Еще. Не ловил на них. Молодым. Ну, так не ново. Чемпион бейтс. Чемпионов. Там обзор был. У меня помимо. Два цвета хороших. Играют. У всех красиво. Здесь, смотрю, мелко под берегом. Типа камыша, тростника и кусками, что я уже более мелкими зерами пойду. В общем пока так. Пока отдохну маленько. И его поможет мне верно. Пока спиннинги приготовлю, чтобы время потом не терять. Потом лодочку надую и соберу. Время 5 часов. Зарыки таковой и сильно нету. Повозки использую крупные в последнее время. Поводок струна от компании Спиннинг Лайн. 30 сантиметров. Потому что был опыт, когда щука хватает, крупный воблер полностью впасть. Хотя щука была не очень большая. Полтора-два килограмма. Она его заглатывает свободно. Поэтому я что-то это. Как говорят, я очкую. Я не хочу потерять реманку. Ну и соответственно, не каждый раз клюет крупная щука. Чтобы поделять еще и трофей. Это уже там другое дело. Опускать его или нет. Всего каждого. Как говорят. Хочешь съесть? Возьми рыбу. Не хочешь? Отпусти. Я придерживаюсь в такой позиции. А вот это дурачество. Ну как бы мое. Мое личное мнение. Дурачество поймал и опусти. Это когда-нибудь может и я к этому приду. Пока даже мелкую я отпускаю. Потому что я понял, что в ней вкуса нет. Когда у меня там за год ловилось там 10-15 штук. Конечно. Для меня это была рыба там. Какие там. Грубо говоря даже скажу 300-400 грамм. Я брал на ветру. Сейчас я понимаю, что это не рыба. Ну не клюет, не клюет. А шнурки как бы это не критерий. Если клюет шнурок, это не значит, что будет клевать крупная щука. Поэтому на шнурка оперировать. Ориентироваться. И про него как бы если он живет не значит. Активная щука хорошая. Руки всегда голодные. Килограмма, которая на шнуре. Кормится постоянно. Поэтому на них опять внимания не стоит. Ну и их объехом зачем им брать. Пускай растут. Пускай растут. Пускай растут. Пускай растут. Пускай растут. Щука это санитар воды. То есть это естественный отбор. То есть это естественный отбор. Естественный отбор. Происходит. Ну раз уж я за чемпионов заговорил. То я и поставлю наверно. Этот пинг от чемпиона. Болезонный бостон поставлю. То есть приготовлю снасть. Закреплю. Закреплю. Поводок. У меня уже не ходят в спине. У меня уже не ходят в облаке. Я уже так впихаю в чемодан в коробку. У меня есть куча коробок. У меня есть куча коробок. Вот так вот. Вот так вот. Скажем так что один спиннинг я собрал. Потом я так переберу. Он меня так много. Подтяну пока. Вот так вот. И приступим к второму спиннингу. Второй спиннинг у меня. Более мягкий такой. Это Джиг Специал. Серия. Стандарт. Стандарт. Фрэшн Джиг. Нордстрим спиннинг. С тестом 728. Он как бы для Джига. И мне очень нравится. Он такой. Мне очень нравится твичики. И катушка Шимана. Мексия. 2,5 тысячи. Эта катушка у меня уже пятый сезон. И у нее нет ни люфта. Не болтается. Не люфтит. В общем. Я прям все очень доволен. На четырех посыпниках. Я покупал ее пять лет назад. Четыре. Пятый год полкает. Ну естественно что. Пузынь как положено. Журавль полетел. Журавль звучит. В общем так вот. А здесь плетеночка у меня. Тоже китайская. Но 8 межилочка. Однерка. это как 0.16, получается, ну я вот от нее, правда, это вообще в восторге, потому что она сама по себе ничем, ну как бы я не пропитывал ничем, она очень скользкая, и у нее дальность полета просто, по моим понятиям, просто зашкаливает, потом, естественно, все это в описании я напишу, спиннинги я беру у друга в магазине, у нас есть магазин такой, магазин спиннинг называется, у Алексея Васина, кто знает черногорский этот, где найду, даже многие абаканцы, да вообще, короче, по хохасии народ уже знает про этот магазин, кто не понимает, те, конечно, там могут сказать, ой, дорого, ну, это только те, кто не понимает, потому что Алексей сам серьезно занимается спиннингом, он, по-моему, или кандидат в мастера спорта, или где-то вот-вот уже тут мастера сделал, я врать не буду, но призов у него очень много, я сам видел награды, медали, кубки видел, дал призы, как бы там лодки, финансовые там все, и он, у него сам магазин, соответственно, раз человек занимается рыбалкой активно, по щуке, то, соответственно, он к этому подходит серьезно, он, кстати, в этом разбирается, у него ассортимент приличный, скажем, в Хакасии, даже я могу сказать, что в Хакасии, подобного магазина больше вы просто не найдете, просто нету, поэтому я вот так вот говорю, поэтому ссылку на спиннинги оставить я не могу, катушки я покупал тоже у Алексея, магазин находится у нас за авторынком Пирс, за авторынком, там за автомойкой Пирс, это салон, и туда в сторону Сабакана, работает каждый день, кроме воскресения, потому что воскресения по рынок, и там проехать просто невозможно, поэтому воскресения уже все не работают, завязываю обычным узлом, типа клинч, пока я остальную петлю не подбиваю, мне это не нравится мне, раз, два, три, четыре, делаю пять оборотов, петельку пять оборотов, и с обратной стороны завожу кончик, вот уже образовался петельку, подтягиваем за основную, узел образовался, а потом уже контрольную через петлю додавливаем, то есть обычно ничего такого, как все, кто начинается, конечно, не поймут, что это как все, но начинается, думаю, не буду так серьезно подходить, хотя не знаю, кому интересно, нам пишут, поговорим, желаем поболтать, ради бога, вот и партий Алексей, магазин, который Алексей, он как-то, он очень много сделал для меня, и соответственно через меня, для друзей, товарищей, в плане информации, мы с ним часто беседуем, разговариваем о том, как, почему, с чем это связано, пытаюсь понять, много читаю, смотрю в интернете, как говорит жена, говорит, зачем, что ты смотришь-то, я говорю, я хочу научиться ловить рыбу, она мне говорит, ты же умеешь ловить рыбу, я говорю, ну блин, я хочу научиться ловить еще лучше, как бы это хуже не будет, тогда уже решим этот вопрос, если нужна мне рыба, я возьму, если не нужна, то я ее отключу, вот, поставлю я сюда небольшого дверка, так, что мы там пойдем, там елка, да, но все равно я поставлю, вот, небольшой чемоданчик, со всякими друзьями, товарищами, я поставлю, страйк про монтера 90 сп, он такой красивый, мне нравится, играю его на твиче, вообще обалденно, и вот этот спиннинг, как бы я второй, я больше для твичинга собираю, меня твичинг, сам по себе, твич мне нравится, я от него балдею, и мне кажется, он захлестнул, в моем понимании, ловли птичника, все остальные позиции, хотя я не брезгую блеснами, конечно, попперы, то есть, в общем, весь арсенал, который присутствует, то есть, все, что возможно, джик есть, резина есть, и, ну, как бы, мне больше нравится, твичинг, просто меня когда пробило, на твичинге, я очень хорошо пробачился, прямо очень хорошо, что там, конечно, было очень много с нуля, но не факт, но поклевок было, то есть, результативный поклевок было 40 стук, ну, в общем, вот так еще, сейчас отдохну еще, посижу маленько, в принципе, фар сошел, такой легкий ветерок на водоеме, прекрасно, молодец отдыхает, музыка играет, вот этот водоем мы сегодня будем окучивать, вот сюда хочу прям обратить внимание, камыш, ну, тут совсем берегу, конечно, мелко, но за камышом, там, где-то примерно сантиметров 60-70, ну, что я здесь купался, я как бы знаю, кстати, вода маленько упала, по-моему, вот, ну, и вот туда, там дальше, вот тут место, где молодец отдыхает, там заросшие мелководье, такое, полтора метра, два, наверное, ну, вот это озеро мы сегодня будем облавливать, искать рыбу, а там вот как пойдет, так пойдет, как говорится, всем не хрустанье хишуи, всем говорится, спасибо за просмотр, встретимся на воде!